Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Валера Блюминкран, цитата Абрамсон, скоро поженится. Ребята уже подали заявление в Гагаринский ЗАГС. Вика Комиссарова вернулась на поляну. Ей рассказали, как вел себя Антон в шоке, пока ее не было на проекте. Вика пишет, поведение его выходит из-под контроля, после чего я уже конкретно задумалась, а надо ли оно мне вообще. Вика уже проводит время с другими парнями, Антон просит у нее прощения и хочет помириться. Захар Саленко рассказал, как развиваются его новые отношения с Лизой Триантофелиди. Мы постоянно ссоримся в силу непростого характера Лизы и моего не всегда правильного поведения. Саша Черной и Роман Баранчук ходили вместе на кастинг. Саша помогала выбрать ему девушку, но лучше себя она никого не нашла, поэтому ведущие решили, что они будут жить вместе еще целую неделю. Никита Кузнецов переключился с Мариной Африкантовой на Дарину Маркину. Он считает ее самой красивой девушкой на проекте. Они собираются объявить себя парой и заселиться. Саша Гозиас прошла курсы по уходу за волосами. Она предлагает всем желающим свои услуги. В ближайших планах Саши открыть свой салон красоты. В сети ходят слухи, что Ксения Бородина сделала ринопластику для коррекции кончика носа. Сама Бородина опровергает эти слухи. Зрители Дома 2 нашли биографию Ольги Рапунцель в сети и сейчас во всех тематических группах обсуждают, сколько же ей лет на самом деле. Если судить по дате учебы, то Ольге, скорее всего, не меньше 35 лет. Рапунцель же утверждает, что 4 апреля она будет отмечать свое 30-летие. Стали известны истинные расценки на рекламу в блоге Вики Романец. Она действительно имеет неплохой доход. Один рекламный пост в ее инстаграме стоит от 40 до 55 тысяч. Правда, непонятно, почему, имея такие высокие гонорары, она до сих пор не купила себе квартиру. Бывший гражданский муж решил вернуть Вике Боня дочку. Девочка переехала к маме в Лос-Анджелес. Раньше была информация о том, что Анжелина остается семьей отца. В сети ходят слухи, что Женя Феофилактова встречается с 19-летним хоккеистом. Во время прямого эфира она активно общалась с Михаилом Болотовым, который сейчас находится на сборах. Молодой человек часто отправлял Жене смайлики, а также писал, что соскучился по ней. Саша Задойнов формально перестал быть отцом дочери Элины Камирен. Элина сменила дочке фамилию на свою. Теперь все фотографии дочери Элина подписывает в инстаграм, как Александра Камирен. Дмитрий Тарасов сделал предложение Анастасии Костенко. Подписчики заметили на безымянном пальце у Анастасии массивное кольцо. Теперь ждем комментариев от нее и от Тарасова. Катя Жужа рассталась с Олегом Винником. Поговаривают, что она закрутила страстный роман с новым избранником. Подозрения пали на бывшего директора Анны Седоковой Кирилла Павлова. С ним Жужу несколько раз видели в ресторанах. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.